Варварская реконструкция. Во Львове архитектурные памятники спасают кувалдами. Вскоре туристы могут не увидеть старинные сооружения в центре города. Галина Якушко о горе-реставраторах. Это улица Ивана Франко в центральной части города. Эти дома построены еще в 19 веке. На фасаде растительные орнаменты. И, как уверяют историки, такая лепнина в стиле сецессии уникальна. А вот так относятся к образцам уникальной архитектуры львовские коммунальщики. Кувалдой сбивают лепнину со стены. Вы просто боитесь за это отвечать. Вы так не проводите. А архитектурных памятников... А бы лучше, чтобы никто не разбил молот. А бы лучше в час наробить ремонт. О намерениях расчистить молотом фасад здания жителей дома не предупреждали. Видео с работой коммунальщиков жительницы дома Марии показали мы. Женщина вышла на улицу оценить потери. Там квиточки. Квиточки мают быть. Видите, такие самые, как над тем веком. Видите, тут такие хорошие. Да, конечно, шкода. Не можно оставить в таком стане дом, который побудовали 100 лет назад, и он стоял. И тут взяти и просто так просто поройнували. Знатоки истории Львова утверждают, без сооружений на улице Ивана Франко город потеряет свой шарм. Треба было бы покликать архитекторов, реставраторов и задокументировать то, что они оббивают. Потому что эти элементы могут быть втрачены. То его уже отновить будет надзвичайно сложно. И никто за это не возьмется. Как нам удалось узнать, на реставрацию исторических зданий из городской казны выделялось 17 миллионов гривен. На начале коммунального предприятия Снапковское слово реставрация понимает по-своему. В департаменте охраны исторической среды Львовского горсовета подтвердили, дом по улице Ивана Франко относится к памятникам архитектуры. Его, дескать, еще предстоит реставрировать. Но ни фотографии аварийного фасада, ни планы реставрационных работ, подчиненные Андрея Садового, нам не показали. А вот эти фотографии и материалы вы сможете мне в какой-то день показать? Фотографии можете пойти и сделать и панкрем. А вы сделали? Работал реставратор, который ходил на объект. Можно будет их увидеть? Ну, если вы связываете с реставратором, то так. Полиция и варварские действия коммунальщиков и чиновников нарушением не считают. Исходя из этого, практически любое историческое здание во Львове под угрозой.